Итак, друзья, монтажи, на которые я ловил на этой рыбалке. Я поймал этого карпа на такой 10-миллиметровый поп-ап. Я уже второй год ловлю на эти поп-ап. Они мне, в принципе, нравятся, хорошо всегда вручают. Мелкая насадка, хорошо плавает и хороший запах имеет. Соответственно, для них есть несколько монтажей. Один монтаж, вот на этот именно монтаж вертолета я поймал этого карпа. То есть, сделан из флюорокарбона, вот с винтом. И второй монтаж, который я использую, это разновидность для инлайна. Вот, если вы видите, здесь тоже самое, только с колечком и с этим сделанным, тоже с винтом. Это для инлайна, для безопасной клипса. Сейчас я покажу, как вязать эти поводки. Я использовал для вязания крючок специалист R, шестой размер. Несмотря на то, что он такой тонкий и небольшой, он хорошо просек карпа и держал его, не разгибался. Покупал его по 270 рублей. Ну, в принципе, это дешевле, чем всякие фирменные корды, или еще что-то такое. Ну, и гамакацию еще очень хорошо делают крючки. Это старая законодательная фирма. Что для этого я использую? То есть, крючок гамакацию. Потом, я для этого использовал с Алиэкспресс попал флюрокарбон. 50 метров размотка. Это 0,45 флюрокарбон. Также я с Алиэкспресса заказывал резинки Хирис. Недавно мне пришло тоже от Хириса винты. И, в принципе, колечки 3-х миллиметровые. Это я использовал вот в этом монтаже. Сейчас все по порядку. То есть, берем крючок, вот крючок. Потом берем флюрокарбон. Немного разматываем. Его очень мало здесь расходуется. Отрезаем. Потом я беру, вставляю в ушко флюрокарбон. Конец. И вот так прижимаю его вдоль крючка. Просто. И другой конец наматываю. 1, 2, 3, 4, 5, ну 6, хватит. И потом, в дальнейшем, вставляю его в обратную ушку. Все. Практически монтаж готов. Здесь, с стороны крючка я отрезаю, вставляю не больше 2 миллиметра. На пароль его можно выпрямить. И делаю вот здесь, максимальная длина с крючком, этого поводка, 10 сантиметров. От 7 до 10 делаю на вертолёты. Флюрокарбон. Ну, я на глаз делаю, уже привык. Обязательно смачиваем. И с помощью вот такого приспособления затягиваем. И вот здесь, ну, 5-7 миллиметров оставляем и отрезаем. Получается, вот такой монтаж. Ну, еще раз повторюсь, вот такого можно либо ногтями, либо на пару вытерянуть. Ну, как-то, чтобы здесь было закругление флюрокарбона. Потом, что мне нужно еще? Тоже заказал с Алиэкспресса. Ну, такие, что-то правильные. Ссылки там в видео в конце. Вот сами будут написаны. Но, друзья, ссылки иногда меняются, цены тоже меняются на Алиэкспресс. Поэтому, если это не обязательно, прям, вот этими же ссылками пользоваться. Вот. А сами можете тоже поискать. И, может быть, вы даже дешевле найдете те же самые на Алиэкспрессе выбор. Потому что один магазин может давать больше ископа, чем другой. Хотя, покупать одна и та же. И отсюда два беру. Один для этого монтажа, другой для другого. Вот так одеваю. И здесь уже одеваю одну резинку стопорную. Я не одеваю две. Не считаю нужным, что вот здесь нужно. Здесь он дальше не уйдет. Вот здесь вот колечко. Ну, можно как-то ставить. Но это не обязательно. Я ставил, от этого лучше не становится. Потому что поп-оп, он по природе своей плавучий материал. И он будет всегда стремиться напрямляться. Вот так. Крючок вверх подавать. Вот. И вот такой монтаж у нас получился. Вот так его накручу, пышной винт. Вообще, можно бойло любой 10-мм на этот винт. Или же там 15-20. Все зависит от плотности бойлок, который будет держаться. Вот. И совет такой. Небольшой. Обязательно тюрьм-догон. И чтобы прокапывать клей. У меня здесь старый клей какой-то есть. Сейчас я его постараюсь проклеить. Если пролью, то как надо сюда. Проклеивать вот эту часть я имею в виду. Надо же на этом выкинуть этот клей. Он уже перезасух. Пять раз. То есть, чуть-чуть, вот капельку сюда. Флюоркобон нужно все-таки. Леску, флюоркобон нужно все-таки проклеивать. Ну и последний штрих. В этом действии. Это, конечно же, резиночка. Резинка Хельс. Все, монтаж готов. Можно, в принципе, сюда и стик надевать. Закидывая либо на острие, либо вот сюда насаживая. И он будет вот так. В принципе, как-то вот. Сейчас покажу. На дне будет как-то выглядеть вот так. То есть, он сплывет чуть-чуть. Приподнимет. И будет вот так держаться. То есть, он весь крючок не увлечет за собой. Если даже чуть-чуть увлечет, он примерно все равно опустится. Будет вот так держаться. Вот это монтаж вертолета. Так, сюда. Теперь вот этот монтаж для инлайна. Для инлайна я... Вот, у меня есть в отлетке поводковый материал. У каждого свой любимый материал поводковый материал. Сами любите. Я отмеряю. У меня есть метка 35 сантиметров. Я всегда попадаю 35 сантиметров в поводковый материал. И зачищаю часть поводкового материала. 14 сантиметров. Ну, как раз мне хватит этого. Так, вот, 14 сантиметров. Теперь, ну, естественно, я всегда подгоняю под крючок, замеряю. Вот, крючок Gamakatsu Ham Black. Четвертый размер. Несмотря на то, что тонкий металл, он очень крепкий. И маленький, маленький здесь, для засечки заусенец. Обратное жало. Вот. Могу сказать, что я, когда засек на Озер Красивый был, вот таким крючком, Карпа там, было около 6 килограмм 800 грамм, я минут пять мучился вытащить этот крючок из губы, он прям напрямую его просек. То есть обратное жало, прям, несмотря на то, что оно уменьшено в этой серии, он прям очень хорошо держал. Ну, и примерно, ну, уже здесь на глаз, даем зазор, чтобы здесь сантиметр был. Вот видите, здесь сантиметр. Примерно, вот сколько, сантиметр три отступаем. И складываем так пополам. Вот, сложили пополам. И берем кольцо. Вот, у меня трехнометровое. Я купил два набора сразу. Ну, и теперь, не знаю, на сколько лет хватит этих. То есть я беру и вот так в два раза сложил и вот надел. Потом беру вот здесь петлю расширяю и сквозь нее, вот, просовываю. И вот так она захлестывается. Все, оно никуда не денется. Ну, для надежности, в принципе, можно сделать узел. И он тогда прямее встанет. Все, тут затянул. Не дурацкая привычка с подъемами делать. А он встал. Соответственно, вот у нас получается монтаж. Кольцо одеваем. Кольцо. Мне очень нравятся колечки, потому что с помощью нее хорошая подвесность сохраняется. Любого бойла, хоть тонущий, хоть плавающий. И он быстро соскальзывает кольцо сюда. Когда идет, когда карт заглатывает, то есть кольцо смещается. И вот так, как банан, ну, крючок банана нажимает. Так, затягивается. А потом, когда выплевывается, он так расправляется и засекается хорошо. Именно благодаря вот этому кольцу подвижному. Примерно на... Кольцо я ставлю примерно на вот обратное жало. Здесь будет у нас колечко. Соответственно, я зажал и провдеваю, делаю. Дальше монтирую, как обычно. Длина у меня сохранилась. Я делаю там раз, два, три, четыре, пять, шесть, там семь. Далее я по-другому начал вязать окончание. Вот семь витков, а потом делаю петлю вот так. То есть она здесь выходит с этой стороны, а петлю я делаю на эту сторону. И вдеваю конец в эту петлю. Вот. Вделаю в эту петлю. И так же я вдеваю сразу в заднее ухо. Ушку в эту. И чуть-чуть подтяну. Вот такая конструкция вот. Но потом я беру вот снизу вот эта, которая оплетка снята, материал поднатягиваю. Этот узел примерно центруется. И потом я уже затягиваю вот поверху все остальное. Что это дает? То, что в середине становится узел. И в бок не съезжает уже. Вот. Вот затянул. Она чуть-чуть, может, съехала. Я ее поправил. Все. Здесь можно больше не маяться этим клеем. Потому что вот именно эта петля и узел дает ее посередине. То есть все, оно будет посередине держаться. И уже окончательный аккорд я беру. Сантиметр примерно оставляю. Ну, в принципе, нехитрого мудроства. Обычный узел. Делаю. Но и ухо несколько раз делаю. Там два-три. Теперь сейчас осталось простоем чуть-чуть подтянуть. И все. Так как нагрузка вот на этот винт маленькая, поэтому я обычный узел делаю. В принципе, крючок засекается и держит как ни винта, крючок все-таки. Вот. Два сделал. Ворота. И... Ну, можно отрезать, конечно. А можно просто зажигалкой помочь. Зажигалка даже может лучше, потому что здесь вот на конце она оплавится. Все удержится хорошо. Отмираю длину поводка. Ну, например, вот такую. 5 миллиметров, 7, вот так, оставляю сюда. Все, резинку он снабиваю. Второй монтаж готов. Сейчас насадим. Ну, простота вот этого монтажа в том, что намотал быстро. Никаких заморочек с иглой. Просто намотал, все, готово. Если нужно, сюда стик поставил. Или же вот здесь его так зацепил и закинул. Как он будет в воде лежать? Вот этот крючок, именно вес крючка, именно вес шурупа, не дает крючку подняться выше, вот если он будет стоять вот так нажало. Я проверял в ванночке. Он стоит именно вот так. Если вдруг крючок вы берете потолще, ну, пусть будет крючок вот так ляжет на дно. Но он все равно будет припоминен поп-ап на высоту там ила какого-то, либо взвесе какой-то. То есть, сантиметров, сантиметров, там, 12 миллиметров. Вот так. И, в принципе, при механике он быстро вот так развернет крючок, так как здесь все-таки стоит кольцо трехмиллиметровое. Так что, вот два монтажа, которые я использую при ловле на скорики. Да, я не исключаю, что я скорики могу одеть и на обычный, там, монтаж, как вот, такого типа, да. Но это больше заморочка, иглой прокалываешь, сюда становишься, стопа засовываешь. То есть, это есть своя история. С этим можно же, если таких нет, можно и на это поставить крючок. Просто вот этот винт, он упрощает монтаж. И все. Повторюсь, что это лично мой опыт. Пользоваться им или не пользоваться, на ваше усмотрение. Просто у меня спросили люди, я показал, как я делаю монтаж для попалок. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok